Свердловские червелидеры вошли в десятку сильнейших в мире. На последних соревнованиях в Гонконге наши спортсмены уступили только азиатской команде. С чемпионами из группы «Феномен А» встретились корреспонденты событий. Юлия Шахмина учится на химфаке Урфу. Это про нее студентка, спортсменка и просто красавица. По заданию правкома Юлия готовится к балу, посвященному Дню всех влюбленных. До 14 февраля девушке нужно разучить новый танец. Причем в стиле 18 века, а потому выбрали вальс. Плавное движение, чувство ритма, плюс акробатическая подготовка. Все это помогло Юлии буквально взобраться на вершину пирамиды. Юлия флайер в команде по черлидингу «Феномен А». Ее задача выполнять в воздухе трюки. Этот необычный спорт, рассказывает девушка, она выбрала за красоту и яркость впечатлений. Но это только кажется, что спортсменам легко даются все элементы шоу. На самом деле нагрузки велики. Девушка рассказывает, что часто во время выступлений испытывает сильную боль. Нагрузка есть на позвоночник, на спину, чтобы быстрее мышцы разогревались, чтобы меньше было травм. На спину мы носим пояса, чтобы все фиксировалось и контролировалось. Постоянный состав команды «Феномен А» – это два десятка человек – юноши и девушки. Причем представителей сильного пола больше. Черлидинг идут только с хорошей спортивной подготовкой. По сути, это силовая акробатика, где необходима гибкость и выносливость. Этот спорт, говорит тренер команды Павел Аникеев, давно перерос в уровень только группы поддержки. Два года назад нами была создана федерация Черлидинга Свердловской области, которая на данный момент работает и проводит соревнования, фестивали, работу с молодежью, с молодежью тренировки детских команд. А сам «Феномен А» уже пять раз завоевал титул чемпиона России, вице-чемпиона Европы, а в 2008-м они стали обладателями Кубка Мира. А это уже самое юное пополнение уральского черлидинга. Вечером на мане Шурфу приходят воспитанники детсада. Их занятия мало чем отличаются от взрослых. Тоже пирамида, только маленькая. Но похоже, что детей больше привлекает не сам спорт, а его атрибуты. Мне нравится заниматься черлидингом, потому что красивая форма, красивые боконы, но все-таки очень спортивные и красивые. А еще в черлидинге важно не бояться упасть. Здесь даже учат падать красиво, а потом снова возносят на вершину пирамиды. Антон Чистяков, Павел Осинцев, Александр Черных, Семен Селиванчук. События ОТВ.